Мужество высочайшего класса, храбрость первой степени, боевая готовность номер один. Так Василий Маргелов отзывался о своей крылатой пехоте. Девиз десантников – никто кроме нас. И сегодня у них день ВДВ. Когда-то десантники носили малиновые береты, сейчас – цвета неба. Небо для них – и любовь, и притяжение, и судьба. Многие признаются – самый страшный не первый прыжок, а следующие. Причем Василий Маргелов настаивал – в ВДВ уметь прыгать с парашютом должны даже музыканты полкового оркестра. Так точно, так и было. Прыгали. Первый прыжок, ну, как вам сказать, даже непонятливый был он. Я даже, когда первый прыжок, мне хотелось еще прыгнуть сразу. А чем больше прыжков, тем уже страшнее становилось. Почему? Ну, не знаю, все так. Все проходили это с десантником, с большим праздником. И всех. Никто, кроме нас. Первый прыжочек, парашютиком по попе, в освещении. 501, 502, 503, кольцо, купол. А сколько у вас прыжков? Восемь. А первый свой, помните прыжок? Конечно. Размешайте, эмоции. Их нет. А страх? Это было страшно? Есть, по-любому. Дурачок не боится. Хочешь – прыгнешь, не захочешь – выдохнуть. Я по первому пункту пошел. Вышел сапог. У Анатолия Гальченко 28 прыжков. Посвящение в парашютисты в 1968-м помнит до сих пор. Со второго яруса в тумбочке прыгали с сапогом. Если кто отказывался прыгать, на второй ярус в тумбочке, сапог, зубы, портянку, оттуда. Раз, два, три, четыре, пять. Парашют открылся. Мы знаем, что на самом деле никто, кроме нас, оттуда-туда не приземлится и не даст бой. Давать бой сейчас приходится не только тем, кто служит, но и у кого армия давно позади. Несмотря на то, что Александр Глазейкин передвигается в инвалидной коляске, два раза был в Мариуполе. Увиденное ужаснуло. Ездил, вывозил отца, вез туда гуманитарку, вез оттуда людей, отца и еще людей, соседей. Ну, сколько людей в машину поместило, всех выездил сюда. Короче, съездил, посмотрел фильм ужасов. Такого, то, что по телевизору показывают, это нету совсем. Когда вживую, те улицы, на которых я рос, там, где я учился, в школу, это ничего нету, все разбито, понимаете. Нехорошо людей на проценты мерять, ну, я просто по-другому не могу сказать. Процентов 85-90 людей прям со слезами встречают нас. Вот на автомобиле российские номера, они прям плачут, встречают, они дождались, говорят, мы все-таки освободились. Вот только не все, кого мариупольцы называют освободителями, возвращаются домой. Сегодня на митинге памяти родителям погибшего героя вручили орден мужества на вечное хранение. Ваш сын Красов Максим Геннадьевич пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью, выполняя свой служебный долг. Поднятие флага, вручение наград павшим и живым, слова о мужестве десантников. Митинг в сквере ВДВ длился больше часа. Сегодня вся страна отмечает День воздушно-десантных войск. Каждый из вас, пройдя службу в рядах вооруженных сил, в крылатой пехоте, выполнил свой воинский долг с честью. После возложения цветов колонна из десантников пешим строем и на автомобилях последовала до Площади Победы и дальше к Атаманскому лесу. Ура! 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 В одном строю с десантниками шагают и мальчишки. И каждый мечтает стать похожим на деда, брата или отца. «Скажи про своего папу. Какой он?» «Он у меня сильный, храбрый. Я хочу быть похожа на папу. Хочу быть десантником». Не только Артур грезит о десантуре. В последние годы число контрактников ВДВ выросло в три с половиной раза. Лариса Ульяненко, Дмитрий Жиляков, Мария Шелепова, Илья Самсонов, 9 канал.